Царю небесный, утешителю души истины, И живи с детства, и вся исполняя Сокровища благих и жизнеподателю принеслися вны, И очистины от всяких скверны, И спаси, блажа, души наша. Господи, молим Тебя, благослови наше занятие, пребудь с нами, Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии, Не допусти уклониться ни направо, ни налево от истины. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 20 марта, мы продолжаем проходить пособие по изучению Евангелия от Марка. Книга Деяний, 21 глава, с 12 по 13 стихи. Когда же мы услышали это, то и мы, тамошние, просили, чтобы он не ходил в Урсалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть учеником, но готов умереть в Урсалиме за имя Господа Иисуса. Микрофончики, посмотрите, отключены. Послание к Галатам, 1 глава, с 10 по 16 стихи. У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействии, что я жестоко гнал церковь Божию, опустошал ее. И преуспевал в иудействии более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утрубы матери моей, призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. «Вольно быть намеренно, злостно и ложно злословимым, но он и это пережил, а потому мог и сказать» Евангелие от Матфея 5.11 «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Евангелие от Иоанна 8.48 «На это иудеи отвечали и сказали ему, не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Как просто и логично Христос разбивает эту клевету. Стих 27 и от Луки 11 глава с 20 по 22 стихи. Давайте откроем. «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет дом свой, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся и разделит похищенное у него». Ну, надо напомнить, что на прошлом занятии мы говорили о Хулено Духа Святого, ну и Христа обвиняли в том, что он изгоняет бесов в силу князя бесовского. И на что Христос ответил, что любой грех простится, а Хулено Духа Святого не простится. «Христос верил в бытие сатаны» Марка 4.15 «Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тот час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Этот стих свидетельствует о том, что Христос верил в бытие сатаны. Так, ну, Лука 10.18 предлагается еще. «Он же сказал им, я видел сатаны, падшего с неба, как молнию». То есть, ему верить не надо, он видел. Ну и 22-й, 31-й стих этой же главы. 22-я глава, 31-й стих. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Далее говорится, что Христос одолел его. Это Евангелие от Луки, 3-я глава, с 4-го по 15-й стихи. «Как написано, с 14-го по 15-й, простите. И спрашивали его также и воины, а что нам делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих обыганий, не Христос ли он?» «Ой, не то я открыл». «А это уже было…» «Тут 3-4-14-15-й, непонятно». «Где о том, что он одолел его?» «Может, кто-то найдет, что-то тут…» «Не могу я найти…» «Ну, когда одолел?» «Давайте, подключайтесь!» «Кто знает?» «На Голгофе…» «Здесь что-то…» «Опечатка…» «Опечатка…» «Три…» «А может быть, что это за глава третья?» «Не понятно…» «Ефесянам 6-12…» «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной…» «Значит, духи эти, несомненно, есть…» «Мы…» «Земная церковь воинствующая…» «То есть, мы воюем против этих духов…» «И есть церковь торжествующая, которая победила этих духов…» «И за эту победу Господь дал обещанную награду…» «Главство небесное…» «Признаком хулы является полное ожесточение и невозможность покаяния…» «Никто, еще имеющий желание покаяться, не совершил этого греха…» «Ну и предлагается вопрос, что дороже – духовное или кровное родство?» «Кто желает, может ответить…» «Ну и…» «И…» «Из прошлого занятия…» «Ахулена Духа Святого…» «Тогда Тихонович нам…» «Очень хорошо объяснил, что это…» «Нетерпимость козлу…» «Хулана Духа Святого – это ярая нетерпимость к добру…» «Все, что явно делается доброе…» «Человек прям…» «Вот это вот и есть хулана Духа Святого…» «Христос явно делал дела Божии и исцелял слепорожденного…» «Когда отныне никто это не мог сделать…» «Явно, что это было сделано силой Божией…» «А хульники Духа Святого…» «Они говорили, что это делается…» «Силой князя Бесовского…» «В совершенном безумии…» «Ну вопрос, что дороже – духовное или кровное родство…» «Что желает ответить?» «Пожалуйста…» «Если такие, которые считают, что кровное родство дороже, чем духовное…» «Духовное дороже…» «Это мы увидели на примере брата Виктора, когда он уверовал…» «А мы-то были неверующие родители…» «Я…» «И вот он одно время как-то…» «Редко-редко, все реже-реже стал ездить…» «И приедет…» «Как-то он отстраненно…» «Не у телевизора с родителями…» «А в спальне там своей…» «Читает…» «Литературу соответствующую…» «Молится…» «Вот…» «А глаза-то у него счастливые…» «Я первонаперво обратила его на счастливые глаза…» «И стала читать…» «Это меня понудило читать Библию…» «Ну как же так вот…» «Родные…» «Родители…» «Он отдаляется от нас…» «И меня вот это захватило…» «Зацепило…» «И вот на примере его…» «Преображение…» «И вот…» «Отдаленности от нас…» «И я потихоньку-потихоньку веровала…» «Слава Богу…» «И я хочу…» «Слава Богу…» «Ну и…» «Ну и…» «Нужно напомнить…» «О…» 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 «…» «…» «О…» «…«…» «…» спасение своей души то господь говорит что враги ваши домашние ваши нужно оставить таких родственников мало того христос говорит кто любит отца или мать более нежели меня не достоин меня то есть это место прямо указывает на родство духовное которое гораздо выше чем плотское отец мать кто может быть роднее жена только и даже христос говорит даже и жену перечисляет кто него него кто не возненавидит отца жену детей тот не может быть моим учеником но имеется ввиду тех жены и детей которые препятствуют спасение души всячески стараются человека препятствует конкретно препятствует таких людей христос учит отстраняться возненавидеть что такое ненависть это нежелание видеть вот и брат виктором хоть и приезжал к вам в гости но не желал у вас видеть потому что не было духовного родства духовного единения единомыслия враги становятся домашней то есть родные люди становятся врагами даже некоторые терпят а некоторые прям конкретно сатана показывает свою злобу неистовство они начинают препятствовать далее еще одно место говорит об этом что если правый глаз соблазняет тебя вырви его либо лучше тебе с одним глазом уйти в царствие божие чем с обоими глазами войти в гиену уме имеется ввиду не конкретно физический глаз глаз это тело которое очень близко без глаз и конечно тяжело имеется ввиду родной близкий тебе человек который склоняет тебя к тому чтобы ты не служил богу да и вот андрей очень хорошее место тоже предлагает он сказал его ответ матерь моя и братья мои суть слушающие слово божие и исполняющий его вот что такое настоящее родство слушающие слово божие исполняющие его и очень как бы скорма и печально что среди и нас нет наших родственников по плоти они не разделяют наши взгляды то есть они не верят считают нас обманщиками и лжецами это конечно и христа считали обманщиком и лжецом мало того что говорили что бес в нем это конечно тяжело переносится но однако христос предупреждал гнали меня будут гнать и вас ученик не выше учителя ну вопросы по повышепрочитанному по хуле на духа святого по вот этим под по бьесам все вроде разобрали все понятно если кого-то есть пожалуйста задавайте вопросы либо либо может быть какой-то комментарий дополнения повышепрочитанным если есть пожалуйста если ничего нет давайте читать тогда дальше евангелие от марка 4 глава с 1 по 20 стихи и опять начал учить при море и собралось к нему множество народа так что вошел в лодку и сидел на море а весь народ был на земле у моря и учил их притчами много и в учении своем говорил им слушайте вот вышел сеятель сеять и когда сеял случилось что иное упало при дороге и налетели птицы и поклевали то иное упало на каменистое место где немного было земли и скоро зашло потому что земля была неглубока когда же зашло солнце увяло и как не имела корня засохла иное упало в тернии терния выросла и заглушила семя и она не дала плода иное упало на добрую землю и дало плод который взошел и вырос и принесло иное тридцать иное шестьдесят и иное сто и сказал им кто имеет уши слышит да слышит когда же остался без народа окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и и сказала вам дано знать тайны царствия божия а тем внешним все бывает в притчах так что они своими глазами смотрят и не видят своими ушами слышат и не уразумеют да не обратятся и прощены будут и и говорит им не понимаете ли этой притчи как же вам уразуметь все притчи сеятель слова сеет посеянное при дороге означает тех в которых сеется слов но которым когда услышат тотчас приходит сатана и похищает слово посеянное в сердцах и и подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех которые когда услышат слово тотчас радостью принимают его но но не имеют себе корня и непостоянно потом когда настанет скорбь или гонения за слово тотчас соблазняются посеянное в тернии означает слышащих слов но в которых заботы века сего обольщение богатством и другие пожелания входя в них заглушают слов и она бывает без плода а а посеянное на доброй земле означает тех которые слушают слова и принимают и приносят плод один в 30 другой 60 иной во сто крат христос любил природу и самые мелкие предметы и обыденные явления становились темами глубоких учений евангелие от матфея тринадцатая глава с 3 по 8 стихи тоже повторяется матфея то что мы читали выше налетели птицы поклевали семя упал в тернии выросла заглушила плод кто имеет уши слышать да слышит евангелие от луки 8 глава с 5 по 15 стихи то же самое повторяется словом слова сказать не будем зачитывать время тратить уже читали дальше нужно нам уяснить что без сенья не может быть жатвы римлянам 10 глава 17 стих и так вера ослышание ослышание от слова божия кто может вот на этот вопрос ответить что значит корни для души то есть вот написать 17 стих но не имеют себе корня и непостоянны эти люди что значит вот эти корни кто может объяснить пожалуйста говорите сейчас сестру валентину подключу на сергей рождения духа святого корни еще раз погромче чуть-чуть рождение духа святого рождения духа святого это корни написано что они непостоянны то временами веру это потом кто-нибудь подключите валентину сарки сон если у кого есть контакт не могу 4 добавить что то что такое корни можете объяснить корни возможно это вера да вот вера она бывает как ну скорее всего это ближе она колеблется на может быть больше меньше корни в земле корнями все держится они непостоянны сюда мы легко можем понять страх божий который помогает человеку устоять в искушениях чтобы не делали как-то в италии я должен держаться за христа отступление невозможно в первую очередь это что на самом деле помогает устоять в вере корни корнями еще называют то что природное есть человек родился в какой вере он с детства к этому научен это употребляет священники там архиереи в эти корни русского человека это исконно православная страна была и то другое какие бы это не были корни но они все-таки держали у нас корни от слова божия конечно которое ты знаешь и ты знаешь царство небесно потерять это напрасно жить и страх божий не позволяет и услышал тогда это себе он это держит мне неоднократно в жизни приходилось потом размышлять вот здесь я сделал неправильно ну что значит неправильно неправильно то что допустим я поехал один нам нужно было достать пленки тогда катушки назывались в москве можно было конечно пойти по людям еще поискать и дет денег не взял думал тогда больше пяти катушек в руки не давали там это надо не 5 а тысячи полторы ну сравни 5 штук и то другое москве вот мы там где-то шаболовка такая есть простая метро мне достать надо корень меня как раз во всем этом держит достать и наконец находим ящики большие тут были небольшие там как двойные ящики наверно по 100 катушек здоровая тяжелая но мы к начальнику то подошли к директору вы можете их оставить потому что денег нет мы придем завтра он говорит да нет вы берите их у завтра придете отдадите первый раз нас видит но поверил он что мы такие без обмана это и говорит а вы мне библию не могли бы достать что же не могли то мы же постараемся где-то там свою и даже можем отдать вот это ушло почему корень держал я уезжаю другом месте нигде не дойду мне обязательно надо издать то есть конечная цель это самый крепкий корень я должен достигнуть они так кто-то что-то сказал не так все сбрындил дверями хлопал ну и все какая разница что тебе сказали батюшка просит там трактор или что-то пришел первый год да директор глядет это попытут навязались на меня батюшка сидит он матерится директор-то а батюшка сидит ждет вот он уже всех людей там отпустил которые позже пришли батюшка сидит и молится он поворачивается тогда вызывает там кто механика и вот этим папам то просят там ну дайте там счета уже прямой плещ переели он сидит рядом молится анатолий сергеевич нам надо у нас ничего нету мы начинаем потерявка первый год там что-то подвести надо или плиты надо было разгрузить вот так конечная цель это страх божий и достичь последней цели это главный корень и вот себя обрубить ну и все а бывает на компромисс идут подкаблучники вот я делаю печь у священника сам священник по себе прекрасный но я-то еще ничего не знаю там какие корни то я печь делаю у него приехал тесть сидит поповского ребенка качает под иконами и поет пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе за это мне до того интересно это показалось а она ему начинает наговаривать степа а ты вот эту купи большую листу то пойдем сегодня театр ну к примеру я говорю а то мне некогда в церковь то ходить то он уже знает если он не пойдет и сделает она не придет в церковь раз до два да и и он идет на поводу у ней то есть у него тоже корень есть и этот корень его держит главное чтобы матушка была на глазах при нем и не было нареканий у так уж судьи сохранить семейное отношение его как угодно подкаблучник назови или что-то но она изнеженная такая видно прямо и я все это вижу и вижу что он поступает правильно у него обстановка необычная приехал тестью но видно что может даже коммунист его ребенка качает за власть совета я каждый раз думаю какие корни главные корни вот это это не по написанному говорю папа по жизни главное страх божий страх божий сковал тело я не могу больше этого делать никак я услышал и должен принести плод вот так я разъясняю это место спаси христос слава господу в лесу с деревьев и цветов падает масса семени и пропадает то есть не укореняются корни славы не устоять человеку который не хочет удалить грехи из своей жизни нужно вспашка глубокое восприятие семени и еще вопрос спашка глубокое восприятие семени что же еще стих 12 понятнее 12 так что они своими глазами смотрят и не видят своими ушами слышат и не уразумеют да не обратятся и прощены будут им грехи то есть не просто нужно грехи оставить и не делать нужно чтобы они были именно прощены а где грехи у нас прощаются в таинстве крещения и далее в таинстве исповеди властью данную мне от бога прощаются тебе грехи если человек не исповедует свои грехи даже если он их и перестал делать то нужно еще еще именно вот это вот прощение грехов ну и давайте посмотрим пророка исайю 6 глава с 9 по 10 стих и он и сказал он пойди скажи этому народу слухом услышите и не уразумеете и очами смотреть будете и не увидите ибо грубелось сердце народа сего и ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули да не узрят очами и не услышат ушами и не вразумеют сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их пророк исайя уже об этом пророчество задолго до христа евангелие от матфея 13 глава 14 по 15 стихи избывается над ними пророчество исайи которая говорит слухом услышите и не уразумеете и глазами смотреть будете и не увидите его грубела сердце людей сих и ушами с трудом слышат и глаза свои сомкнули да не увидят глазами и не услышат ушами не уразумеет сердце и да не обратятся чтобы я исцелил их евангелие от иоанна двенадцатая глава с тридцать третьего стиха сие говорил он давая уразуметь какую смертью он умрет народ отвечал ему мы слышали из закона что христос прибывает вовек ты же говоришь что должно вознесено быть сыну человеческому кто этот сын человеческий тогда иисус сказал им еще на малое время свет есть с вами ходите пока и свет чтобы не объялась тьма а ходящий во тьме не знает куда вы идет доколе свет с вами веруйте в свет да будете сынами света сказав это иисус отошел и скрылся от них столько чудес сотворил перед ними и они не веровали в него да сбудется слова исаи пророка господи кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца господня потому не могли они веровать что как еще сказал исаи я народ сей ослепил глаза свои окаменил сердце свое да не видит глазами и не уразумеет сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их книга деяний 28 глава 26 27 стихи пойди к народу сему и скажи слухом услышите и не уразумеете и очами смотреть будете не увидите ибо огрубилось сердце людей всех и ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули да не узрят очами и не услышат ушами и не разумеет сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их и тогда будет вам известно что спасение божие послана язычникам они и услышат пробовать христа сортировала в кавычках стоит как бы сортировала слушателей ищущие и восприимчивые а с другой стороны оставалась любопытная невосприимчивая толпа стих 11 об этом говорит и сказал им вам дано знать царь тайны царствия божия а тем внешним все бывает в притчах то есть почему одним дано другим нет вроде бы как бы господь нелицеприятен да он нелицеприятен он всем желает спасения однако люди сами замкнули очи сами закрыли закрыли свои уши у не буквально там вату вставили а просто не хотят слышать а почему причина какая огрубелое сердце люди более возлюбили тьму не жили свет почему потому что дела их были злые то есть не хотят они отставать от грехов я тут недавно в чат-рулетке общался с одним прости господи гомосексуалистом не выпакайся брось эту мерзость творить тоже скоро ролик выйдет еще чего садомит правильно их называть от города садом который господь сжег вот ужасно мне после этой беседы впечатления хотелось пойти помыться не раскаянный садомит и вот он сидит в этой чат-рулетки выискивает таких вот чтобы на этот грех соблазнить мерзопакость такая вот значит это проповедь сортировала то есть прича сеятели то есть вот слушатели разделяются вот на несколько категорий на несколько сортов если можно так выразиться ищущие и восприимчивая с другой стороны оставалась любопытная не восприимчивая толпа то есть им интересно они слушают слушают вот любопытство как бы ну вот первое коринфянам 1 глава 18 из 23 по 24 стихи ибо слово о кресте для погибающих юродство есть а для нас спасаемых сила божия а мы проповедуем христа распятого для иудеев соблазна для еленов безумия для самих же призванных иудеев и еленов христа божию силу и божию премудрость и 1 коринфянам 2 глава 14 стих душевный человек не принимает того что духа божия потому что он почитает это безумием и не может разуметь потому что осем надобно судить духовно почему плоские люди не могут нас понять они разумеют по-плоски рассуждают то есть не духовно и во свете библии поэтому они считают нас за каких-то дурачков что-то себе напридумывали какой-то там жизни вечная вечные мучения умер человек и все и нет ничего и зачем я буду от чего-то отказываться от временных греховных наслаждений как это сделал моисей ради чего они проповедуют что жизнь одна живи наслаждайся бери от жизни все они действительно считают нас еще чего буду я каяться придумал чем с чего ради вопросы по вот этой притче притча осеятеля она называется есть комментарии дополнением то я дальше чего нет евангелие от марка 4 глава с 21 по 34 стихи и сказал им для того ли приносится свеча чтобы поставить ее под сосуд или под кровать не для того ли чтобы поставить ее на подсвечнике нет ничего тайного что не сделалось бы явным и ничего не бывает потаенного что не вышло бы наружу если кто имеет души слышать да слышит и сказал им замечайте что слышите какую меры мерите такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим ибо кто имеет тому дано будет а кто не имеет у того отнимется и то что имеет и и сказал царствие божие подобно тому как если человек бросит семя в землю и спит и встает ночью и днем и как семя сходит и растет не знает ибо земля сама собою производит сперва зелень потом голос потом полное зерно в колосе когда же созреет плод немедленно посылает серп потому что настала жатва и сказал чему подобен царствие божие или какую притчу изобразим его она как зерно горчичное которое когда сеется в землю есть меньше всех семян на земле а когда посеянное сходит и становится больше всех злаков выпускает большие ветви так что по тени его могут укрываться птицы небесные и таковыми многими притчами проповедовал им слова сколько они могли слышать без притчи жене говорил им а ученикам наедине изъяснял все слушать и сообщать другим не соблюдение этого принципа влечет за собою потерю всего полученного благословения слушать и сообщать другим иначе можно потерять где это сказано только что читали отнимется то что думает иметь почему отнимется потому что не внимательно слушал не внимал себя то есть в сердце не принимал мимо ушей пропускал а а тех кого затрагивали эти слова они наедине задавали дополнительные вопросы как говорится и господь им разъяснял а те которые дополнительные вопросы не задавали с ними все понятно то есть они просто такие были любопытствующие которым ничего этого не надо то есть они с не собирались оставлять свою греховную жизнь но то некоторые считают что не соблюдаю этот принцип не сообщаю другим то есть сама уверовал в душе такая вера у меня и не буду никому ничего рассказывать а то начну рассказывать да у вас горжусь в прелесть впаду не дай бог лучше уж я так вот тихим сапом в монастырёк залезу и буду там поклоны бить нет вышел сеять или сеять семя никуда он ни в какой монастырь он сел все семя это слово божие нужно сеять мы христиане мы должны подражать своему учителю все эти распространять евангелие раздавать другим отвечает на вопрос если задают вот ну и самим спрашивать блаженно нищие духом которые считают себя ничего не знающими и тогда опасность вот впасть в эту в прелесть и в гордыню она отпадает я ничего не знаю чем больше я читаю библию тем больше мне открывается что я еще ничего не знаю как должен на некоторые считают но я еще так мало знаю что чем не всем рассказывать есть примеры что просто человек исцелился и и давая христос за тобой пойду нет иди и расскажи что сотворил с тобой господь где расскажи что сотворил с тобой каждый пусть себе задаст вопрос меня господь исцелил от лимфосаркома чудо-чудо отец умер я живой отец не уверовал не показ я покаялся живу об этом уже людям говоришь в чат уже интересно потому что у всех есть родственники больны у нас сколько вообще не это заболевания нельзя так вот тут стих 25 ибо кто имеет тому дано будет кто не имеет у того отнимется и то что имеет казалось бы на первый взгляд непонятно нужно за растолковать что имеет кому дано будет что дано что имеет вот кто вот этот вот 25 стих может объяснить о чем христос имел ввиду когда что и христос имел ввиду когда он говорит ибо ибо это как бы вывод тоже чего сказано впереди а впереди сказано замечайте что слышите какую меру имеете такое отмерено будет вам прибавлено будет вам слушающим что какой мере речь идет что мере вы меры чё меру то есть правильно вы говорите то есть некоторые говорят меряют что я можно там молчать якобы и вот так тихо и как будто бы можно и войти в старте божие вот так они верят ну то есть это противоречит слову божьему евангели они не знают может быть не читали или забыли как вот у меня бывает у всех людей все люди забывают но им надо напоминать поэтому вот а он отмерить так ему будет дано и так кто меряет больше то есть жизнь твою отдает тому будет отмерено больше сколько дает по мосту что дает и что отдастся о чем речь обучение христом наверное ведь они же слушали его речи и этим учением делились с другими для чего если я все знаю и ни с кем не поделюсь какая польза мне от этих знаний а тут знания божественные знания которые ведут в жизнь вечную как же ими не поделиться если ты ими не делишься значит и и не не веришь я веровал потому и говорил ну и дальше я молчал потому что не веру все сходится вот даже вот я вспоминаю сейчас что когда больные лежат им врачи запрещают говорить почему потому что много энергия как человек тратит и в том числе и душевный и телесный наверное тоже скорее всего первую очередь вот то есть человек даже если он ругает меня вот я так думаю враг так как бы просто там словом вот я слышу как он меня ругает все равно он тратит энергии больше чем он даже бы побил меня я вот наверно так думал не совсем уловил что ты хотел сказать как это с нашим занятиям господь побуждает бодрствование у кревности по слову божию да и вот он прям конкретный вопрос задает но свеча разве дала нужно для чего чтобы под кровать ставить что ли а выглядит свет миру да светит свет ваш пред людьми дабы люди видя ваши добрые дела прославляли не вас отца вашего небесного и что же мы теперь должны молчать у тебя у нас ты стать молчальниками затворниками пещерниками да это евангельское учение совершенно сатана не хочет чтобы слово божье распространялось никак злобится но и филакт болгарский вот так объясняет кто будет иметь ревность и усердие тому дастся и награда а кто не имеет ревности и усердия у того взято будет и то что он думает иметь царство божьего то есть он думает самое большинство что я вот уверовал моя вера в душе я замкнулся ничего никому не скажу он думает так а господь награду дает за многие бегут на аристалище но один получает награду мало спасаемых почему мало потому что они не 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 ревностные не 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 ревностные тепло малая искра которая в нем загорается по причине лена лености гасится вот леность себя надо ну дичь заставлять неохота лень вот заставил прочитал слово божие услышал поверил исполнил вот с исполнением мнений у всех что исполнил пошел взял евангелие подарил побеседовал сейчас такая благодать что это можно не выходя из дома никуда не ездить открыл чат рулетку и вот они люди разного сорта разного калибра вот как мы сейчас говорили вот и сортируй их как христос и подводи их слово божие кто-то глядишь уверует то щедро сеет щедро и пожнёт день они с володей поскольку роликов сеют это все семена семена которые могут зайти эти семена еще другие люди имеют возможность видеть как сеется это семя и сами начинают подражать этому сеянию когда наступит жатва тогда господь скажет вот тебе твое верный и добрый раб а лукавый раб который таланты закопал ленился спал там никуда не ходил вот на благовестие никому ничего не говорил таланты свои не развивал которые господь ему дал духовные в первую очередь таланты духом святым вра разные даются таланты давайте вспомним что это одному до чего пророчества другой там может раздавать там что там различные дары господь одним и тем же духом святым всем нам даны различные дары и мы эти дары должны дарить друг другу поэтому так господь устроил что мы друг в друге нуждаемся кто-то умеет шить кто-то не умеет он обратился у сестра за шеей уже хорошо ей там тяжело огород скопать скопая помоги пошел помог вот это проявляется братская любовь так же и в духовном кто-то немощно еще умеет веря выгод сильные должны несите бремена друг друга обидел он тебя сказал глупость перетерпи ну человек еще как говорится не дорос не укоренился в вере пройдет время осознает покаяться а сейчас ну перетерпи всякое в жизни бывает вот когда же созреет плод немедленно посылает серп да это и понятно урожай если не убрать сгниет все в духовном плане что это то есть что за жатва кто может сказать жатва это кончина века кончина века для каждого из нас когда она наступит это жатва бывает человек в клинической смерти уже лежит ну все одной ногой на том свете и его врачи исцеляют и он потом рассказывать что увидел видение ангелы и там как бы ему сказать тебе пока еще рано то есть ты пока еще не созрел для царствия божий иди дозревай вот какое вот сравнение еще и недавно мне вот в чат рулетки один молодой человек то есть задал вопрос должно ли быть добро с кулаками ну вот допустим обижают слабого там женщину заступишься или не заступишься заступлюсь тебя убьют а ты бы мог бы еще бы дальше вы сколько бы проповедовать сколько душ бы обратил а тебя убьют что мимо пройти предлагаешь ну вот иначе хороший такой разговор получился и так повторюсь не соблюдение этого принципа какого слушать и сообщать другим это принцип от бога то есть он сам пришел для того чтобы проповедовать слово божие его апостолы благовествовали проповедовали дальше они рукоположали епископов дальше общины возрождались именно от слова божия и господь прилагал спасаемых к церкви то есть в церкви это церковь она должна нести слово божие в мир и тогда спасаемые будут к этой церкви прилагаться и соблюдение этого принципа то есть слушать и сообщать другим влечет за собой потерю всего полученного благословения господь нас благословил светить другим быть светом в этом мире грешному прелюбодейном нельзя вырывать текстов священного писания без связи с другими текстами обобщать их значение темы искажать их смысл чем иеретики и сектанты занимаются все поизвратят все перековеркают долг сеятеля сеять доброе неиспорченное семя и сектанты сеют понимаете ну какое семя свидетели иеговы мощнейшая секта идут из дома в дом ревностные такие вот у них можно поучиться у сатаны даже можно отцветы отцы учат поучиться чему неутовимость день и ночь совращает душ как бы не ест не не спит не не пьет ему это необходимо кому бы поглотить и увести за собой в ад как этот садомит ты спидом заболеешь и вырежешь зачем ты это делаешь а я перед смертью еще заражу сколько человек чтобы со мной они пошли в ад мне там одному скучно будет ужасное слово ужасное состояние все сатана воплотить все ему надо еще других заразить зная при этом что это выбери жизнь зачем тебе умирать а я еще поживу я еще других позаражаю безумие совершенно а почему бог посылает такие непотребствования не захотели иметь бога в разуме стали поклоняться твари вместо творца стали себе идола второе послание кориффина 2 глава 17 стих ибо мы не повреждаем слово божие как многие но проповедуем искренно как от бога пред богом во христе не сразу духовно оживший человек становится зрелым христианином нужно иметь терпение с собою в первую очередь и с другими может быть и с другими в первую очередь тоже иногда с собой то какое терпение то ну может человек вот отчаяться ничего у меня не получается с грехом никак бороться не могу все нет согрешит дело человеческое отчаиваться в смысле что я никогда теперь от этого греха не избавлюсь не получается у меня не отчаиваться если ты вздохнул уже осознаешь что ты делаешь этот грех неправильно то есть это уже начало покаяния а если есть начало будет и конец только не отчаивайся 1 коринфянам 3 6 я насадил аполос поливал но возрастил бог вот то есть один насадил то есть сказал слово боже нужно еще поливать а что такое поливал кто может объяснить ну без полива не зайдет вот насадил это вот 7 очка мы бросили вот ну поскольку если поливал вот апостола они же постоянно возвращались в городах которых проповедовали вот поливали потому что проверяли я к вверх веруют там где они проповедовали что происходит насколько община усвоила то что им преподали вот вот а еще вот притча о смоковнице засохшей там еще и удобрять эту смоковницу то есть что такое удобрение то есть посадили полили а еще и у навозили чтобы плодов то больше было что такое вот удобрение что это такое в духовном плане кто может сказать а вот это толкование блаженного фифиларта который мы проходим в трехтомный новый завет еще раз толковал то есть углубил то есть понимание прям укоренилось вот теперь я точно теперь понимаю что это истина так а возрастил Бог то есть мы можем насаждать поливать удобрять толкование но если Бог не возрастет ничего нет все во власти Божьей потому что мы когда посеем ну ночью живую как она возрастает посеяли ночью спим действительно утром встали смотрим зеленеет грядка как она туда улетела как мы не присутствовали при этом так же и Слово Божие действует на человека то есть мы ему сказали а как оно внутри там работает как это семя прорастает какие там духовные и душевные переживания это нам не известно это все делает делает Бог филиппийцам 1.6 или филимону будучи уверен в том что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа напрасно мы падаем духом если не видим в себе или других желанного роста то есть все до дня Иисуса Христа имеется ввиду наверное до второго пришествия то есть если начал кто-то доброе дело нужно быть уверенным что победим мы сатану раз Христос победил мы христиане то есть нужно в это верить нужно время терпение еще раз терпение то есть не сразу не сразу семя нужно время пока оно вырастет укорениться пока плод созреет нужно время конечно а не как в том анекдоте у Чупти спрашивают когда картошку копаете сажаете в мае копаете тоже в мае а почему так кушать хочется ну Чупчи они так вот неразумно поступают а у нас не так то есть человеку веровал он должен дальше возрастать в вере заниматься на занятиях ходить вера его крепче 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 и уже глядишь уже такой вот прямо ревностный христианин который уже делится с другими уже отвечает на вопросы духовные и сам желает стать для кого-то духовным отцом наставником вот тот солдат который не мечтает быть генералом также плох тот христианин который не мечтает иметь духовную детей плох то есть он не ревност не желает это слово нести другим чтобы от него уверовали как апостол палагин печать моего апостольства вы в господи то есть я благовествовал вы уверовали вот моя печать то что там про меня он говорит там лжиучителя говорят вот печать вот у меня документ вы в господи вы через меня уверовали а теперь те учителя которые хотят вас от меня отвезти повезти хват там ересь он преподносит не верьте не верьте и есть воскресенье из мертвых то что они говорят что воскресенье из мертвых нет не верьте я вас этому не учил это заблуждение прежде нежели взойдет колос должно произойти нечто весьма необходимое семенем под землей это и понятно так но у нас уже час пролетел так быстро давайте у кого вопросы есть пожалуйста задавайте дать их добрый вечер бисер не мечете перед свиньями то что такое бисера что такое свинья и что такое метать бисер перед свиньями да тихонич вопрос сначала то что проходили посмотреть я 10 минут руку поднимал ты меня так и не вызвал я вас не видел я же предупреждал нас может я до раза три или четыре слова предлагал никто нет ничего не надо я вижу что тема уже заканчивается по сути то не сказали ничего пожалуйста вам слово в какую меру и мерить и такой вам и будет отмерено что значит мерить и тут одно слово упускается и поэтому никак она не сходится кому мерить и то есть есть такое как хотите чтобы с вами поступали люди так вы с ними поступайте кто ведет в плен тот и сам пойдет в плен кто излечет междоубийство и самому надлежит убитым мечом вот солженицын об этом пишет в архипелаге гулаг по камере такой-то прохаживался там узнает офицер он знал что ему отмерено то есть его расстреляют потому что он сам был боевой такой колчак когда его арестовали он знал что ему будет отмерено прямо так и пишут вывели на лед расстреляли под лед пустили нигде его не могила ничего нету какое меру и мерить и то есть как ты судишь о других жди в твой адрес пойдет тоже самое рано или поздно это коснется это закон какой меру и мерить и так рассуждаете о чем-то вот представьте такое время было тридцать седьмой год ежовшина ежов николай иванович министр внутренних дел был сколько невинных людей погибло счету нет и наконец его арестовали и он сидит там ему пришел человек и он ему говорит вот я для сталина делал все что он скажет любого арестовал любого расстреливала стране в этом месте то а вот видишь что значит есть бог бог видит какой я мерой мерил такой мне отмерено отмерено ровно столько 9 грамм пулька в лоб и это люди понимали как они мерили и поэтому нужно смотреть всегда прогляд сегодня на меня один вышел и я бы очень хотел вот чтобы вы встретились с невзором александр глебович вот этого я послушал два человека бы сразились от там он атеист и другое то ну я говорю согласен давай выводи его я 32 ролика его рассматривал да ему никто не мог папы ответить неужели вы ему ответить я буду так я уже ответил не встречаясь с ним я уже ответил на народ ролики составлены у меня 32 ролика роли разбираю ролики этого александра глебовича и показывает сколько много он говорит правды а его не хотят видеть мне говорят вы его больше хвалите чем ругаете а я не хвалю ругаю говорю он говорит правильно ну что тут за похвала это у меня сегодня один в рулетке такой нашелся боевое ну давайте устрою да я кто такой да ну предложение сделал я принял его начинай работать ищи его пойди на связь то другое но не пойдет с ними идут а теперь он не пойдет а почему а ему внутри уже положено это я ему разъясняю почему не пойдет потому что он всегда попов обвиняют тот у них там эти кадиллаки вот они ездят там на машинах у меня нет у него сразу оружие выброшено дальше он что говорит кому-то священникам ну проще то у меня этого нету то есть он абсолютно без оружия встает я уже знаю где он ищет слабые места где на только для виду мне этого ни один не скажет что я для виду я заплатил за это дорогую цену я ему поясняю этого юноши да вот это богатые религию придумали угнетать давай кто богатый матфей то они сами придумали такую вот историю про христа и теперь за нее идут умирать хотя ничего этого не волну маленько то думай за истинную идею это человек не пойдет умирать так просто вот этот вопрос кому мерил какой меры такое будет отмерено и тебе поэтому в рассуждениях суждениях о ком-то нужно быть очень осторожным по правде говорить иначе неправда и зальют тебя вот это первое дальше что нужно какой вопрос 2 бисер свиньями вмешат но бисер это то что у нас есть мелкие заповеди или понимать слово божие ему не надо не растолковывать еще когда он хулит богохульничает сами называют неверующих а свиньями это верующие которые знают бога и живут грешной жизнью вот и все нету смысла ему ничего растолковывать если он во грехах живет и называют тебя православным христианином сказал один раз и отойди а то может и ни разу не надо когда знаю что он уже слышал зачем ему говорит свинья сказала все но тут до 2 варианта играет если ничего не сказала молчишь значит правду говорят если я сказала немирный тебе надо было молиться тебе награда была теперь награды на небе нет но я знаю что-то и все это то и другое все сатана говорит лепит а когда говорить надо никогда не надо господь же покажет не задумывайтесь о чем сказать он положит на сердце что значит он дальше идет дабы они не развернулись и не попрали вас это свинья то есть урансресли другое доложили а то он говорит говорят а вот судят а судья говорит вот стражей который водил их ну там заводил то а он дорогой шел там да немного совсем да и он ему свидетельствовал и солдат обратился обратился и сразу сказал я верующий в житьях это часто бывает и вот они за это особенно обращаются теперь от этих слов и на тебя бросаются чтобы попрать тебя за эти слова вот и тут больше ничего нету а это ты говорил ты его соблазнил ты его развратил ну вот и все а то есть перед свиньями когда метаешь бисер одна свинья уверовала другая свинья хрукает ты вот из этой свиньи овечку сделал поэтому ты вот и сам свинья смысл такой да и он начинает тебя уже поносить словами за то что ты из свиньи христианина сделал понятно смысл ну а то чтобы не мечите бисер перед свиньями так если его не метать так то я ничего и мы же не знаем то перед тобой свинья или не свинья все равно же благовествует то надо то некоторые под этим лозунгом скрывают свою лень и отсутствие ревности написано не мечите бисер чего вы все кругом одни свиньи чего я буду перед ними бисер метать господь это запретил он меня еще и попал обернется да еще попирать меня будет такое вот ложное понимание этого стиха есть людей а кто свиньи надо понять а чтобы понять нужно начать беседу и уже в беседе выяснится соблюдает заповеди или не соблюдает живет как христианин или только одно название пшик ну получается что это не препятствие то есть есть ты не понял еще как-то его ты получается просто судил бы все и еще и ленью своей прикрываешься вот так получается да еще и лукаешь как не это садомин господь сказал плодитесь и размножайтесь так как вы можете плодиться у вас даже детей это не может быть вообще ужас вот так вот извращают писание еще вопросы пожалуйста у кого есть давай как на тех ночью вопрос про воспитание детей и вообще благовестие среди детей может быть что-то посоветуйте там почитать про всякие возрастные изменения чтобы лучше понимать что в конкретном возрасте с детьми происходит что почитать именно эту тему а у нас в открытым оком надо посмотреть кажется в четвертом томе это все у меня описано возрастные группы там даже от 3 до 6 от 6 до 9 вот такие вот группы благодарю посмотрю надо посмотреть где-то там в первых томах а то есть а может даже в четвертом я много примеров берут еще знаешь 3 воспитание воспитателей воспитание воспитателей в третьем томе от подсказывает открытым оком я за помощью обращаясь всегда природе что вокруг нас есть ну а вот конкретный ребенок например там у вас ну то есть понятно что это опыт уже просто как бы этот опыт перенять грамотно вот конкретный ребенок к нему может быть конкретно какой-то подход вообще недопустим то есть кому-то там можно жестко что-то сказать а кому-то вообще-то один раз жестко скажешь он больше с тобой вообще говорить не будет закроется там и так далее вот эта грань она только с опытом это приходит понимание степени воздействия вот как и как общаться с этим ребенком сказал он не будет а то что душа терновникам заросла это даже нельзя говорить это как это а то надо и все я даже не знаю как это так вот я ему буду говорить он скажет не так что мы говорили я замкнулся и все как у достаёвского написано драть мужика русского надо это не в этом дело дело в том что ему не хватает опыта разобраться в том что совершается в этом заключается воспитание на доступном ему языке на доступных примерах и показать и показать конечно результат пьяница увидал ему ты подскажи и как ему плохо поэтому бойся это старайся в рот еще не брать урок уже попрошел вот фома майюмский а он учил ученик один ученик один а сегодня 30 человек в классе они дурят все время один и он говорит но сегодня пойдем мы урок будем проводить на базаре но пошли на базар идут дорогой смотрят там в репьях что-то выпивают сидят оба слепые он говорит подожди тут что-то может у них хорошее быть потихоньку подошли чтоб слышно было то и слушает они друг другу рассказывает как ослепли и рассказ такой получился интересный но интересный трагически он говорит меня родители любили и когда призывали в армию они не хотели отпускать меня но надо было чтобы комиссия не прошел то ну и какой-то мази дали там что-то и сказали глаза закапать но не сделали глаза закапали она выжгла ему глаза он стал слепой вот он ушел уже друзья вернулись давно из армии а он слепой но слепой так кто за него замуж-то пойдет ну и дальше вся его жизнь а другой говорит а у меня другой я уже жил у родителей говорит ну я очень непослушный было ничего не хотел работать а деньги то надо но вижу говорит хоронят богатую богатая семья девушка умерла и на ней такое одеяние там и ожерелье все но я дождался когда ночь на пола горит а не могила вот как высеченная в скале как вот христово тело лежала где я горит пришел луна светит на фонариков еще не было но я вижу она лежит там на надре я горит начал снимать ожерелье снял и все хорошо обернулся смотрю а на ней сорочка нижняя одежда обезгальтеров то не было я подумал еще пропадать то тут я решила его снять ее эту сорочку то и вдруг говорит она пошевелилась я горит как будто меня обдала холодом я застыл на месте то и она села я вижу она сидит и говорит бессовестный ты солнце не видела моего тела голова а ты ее мужчина раздеваешь я горит стою ничего не могу сделать она как по стене руками пошла и дошла где-то около стенки то стою год схватила меня за глаза выдавила и глазами это как ударила по стенке глаза выдавила ему я горит не мог шевельнуться а теперь по-моему юмский это мужчине коза руку отошли маленько сторону он говорит учитель а когда у нас урок будет он вот урок уже прошел мы уже получили урок вот как учили выводили они разбирались в людях какие случаи что почему как надо было сделать и как уже возьмешь где вот она рядом какую меру мерить и такой вам отмерено что отмерял сталин отравлял то другой и самого отравили что делал гитлер то и отмерено ему было какое меру и мерите а то мы победили войне за каждого немца платили 55 русских это не война была трупами заваливали вот означает что воюет там 100 человек а тут 500 полтысячи надо и казалось как за крайне это заминировано поле посылают людей чтобы они бежали где взорвался мина значит все дальше можно идти даже немецкий генерал то штрафбат фильм показывает и говорит это что ж такое то тут врагу не пожелай что они делают только видно там взорвался там взорвался человек не могли разминировать и послали в атаку какую меру мерить и такой вам отмериться как судите как подаете милости не к тебе все и возвратиться такой же меры я непрестанно удивляюсь как у бога все вымерено я по своей жизни просто беру у меня книги изъяли жалко было все конфисковали у меня словари были владимир ивановича дали они еще все забрали все я стою в храме и меня кто-то за руку дергает а я палец поднес губам ты показываешь что говорить нельзя слышал что-то мне в руки суета но я и взял то когда кончилась служба я домой пришел пакет оказывается в котором лежат книги которые у меня взяли такие же так у меня более ветхие были щедро если ты отдавал тебе щедро и вернется батюшка приехал и смеется и говорит опять у тебя все на месте то опять обыск будет прямо в течение нескольких дней мне все восполнилось как будто и не было обыска и не взяли не все шмот делают вот тут на каждом шагу священное писание когда меня второй раз привезли называется шлюз нулевка там проверка идет все-все-все там швы пережимают смотрит ну нет ли я счета там такое им надо найти она меня один и говорит старый там этот кто пришел к нам прошлый раз вы у нас были это вам семинаре было но сейчас говорит второй раз горит на поправку пошло горит академия это для вас я это для себя взял насчета академия давайте еще что еще четыре минуты у нас на братья это роман только не понял что хотел сказать но да это так и хотел сказать как вы хотите относиться к людям чтобы люди к вам относились так как вы относитесь вот тоже как каин когда убил авеля он тогда и понял что теперь и его могут любой подойти и убить да жалко как они были всю жизнь игнатий тихоныч они так и не выяснили вопрос отнимется то что имеешь ну что что думаешь иметь к еще отнимешь когда кто не имеет у того отнимется то что имеет имеет или не имеет думает иметь в мыслях и у тебя никогда это не исполнится ну маленько надо вречься эту привыкнуть к евангельским словам то да и толкование у нас есть вы слышали что назарбаев ушел с поста да я слышала сегодня передачи леонид все это поминает как он мудро поправил его даже при горбачеве хотели председатель совета министров поставить у нас бы говорит совершенно по-другому прошла перестройка не было бы этого раздрая он сумел там все сделать так чтобы быстро быстро все начало восстанавливаться все предприятия а тут все еще магазинами магазинами но если все то молиться надо дело в том что братья и сами народ то вот казахи они не такие терпеливые как русские они бы не потерпели другого себе я думаю президента достойно есть я кого истину блажите тебя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херуви и славнейшую без сравнения серафим безыстрения богослова родшую сущую богородицу богословицу дико молитесь сигнал тихо может кто-то еще желает помолиться ты спроси может кто-то еще желает помолиться молитесь давай там он роман я вижу там николай Роман, молись Господи, Иисусе Христе Благодарю Тебя Что Ты дал нам время В нашей жизни Такое благоприятное Когда мы можем спокойно молиться Благовествовать Несмотря на то, что разные законы есть Такое, как казалось бы, препятствует Но Мы можем все равно Благодарю Тебя За суды правды Твоей Что Ты все-таки судишь нас Наказываешь нас Когда мы нарушаем Твои заповеди Когда мы не исполняем Твои заповеди Господи Благодарю Тебя Что Ты Позволил нам Общаться сегодня С братьями Слава Тебе, Господи Слава Тебе Аминь Благослови наших правителей Президентов Наших Глав городов Сел наших Начальников наших Глав семей наших Чтобы они Изучали Любили Полюбили Слово Твое Вот Чтобы мы Полюбили Благовестие До смерти До отвержения Своей жизни Чтобы Тебе Посвятить Свою жизнь Благовестие В радостной новости Говорит людям О радости И самим радоваться В ответ Непрестанно Всегда радуйтесь Всполняя Эту заповедь Благодарю Тебя Господи Что даешь нам Такое время Когда люди Еще Не потеряли Духа Святого И мы Имеем возможность Благовествовать Аминь 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 Спаси Христос Аминь Спаси Христос Аминь Аминь Спаси Христос Спаси Христос Аминь Спаси Христос Аминь Спаси Христос Аминь Спаси Христос Аминь Аминь Аминь